о вас везде пишут успешный что в вашем понимании успех со стороны кажется наверное что шлемякин очень успешный но на самом деле вот генетически мне это передалось уметь рисовать или вот этот талант который внутри и да над бога я не славянофил и не русофоб но я думаю что научить рисовать можно шимпанзе а вот платить налоги в трех странах и вертеться как говорят в россии на пупе это довольно сложно вы сохранили в себе человека что удивительно мы особенное искусство изначально духовно до духовность от слова от фразы произнесенные еще христом да бог есть дух человек начинает создавать бога по образу и подобию своему и вот это страшно все на 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 михаил здравствуйте спасибо вам огромное за эту встречу я была в числе тех кому посчастливилось послушать ваши выступления на международном культурном форуме на сегодняшний день ваши работы украшают очень многие экспозиции музеев сша россии и франции по вас везде пишут успешный хотя я слышала ваше мнение на этот счет на форуме но хотелось бы со зрителями с нашими поделиться что в вашем понимании успех вы знаете меня немножко озадачивает вот это слово успешное ну во первых она где-то мягко говоря оскорбительное успешные знаете но успешные наверно себя успешным считает вот здесь есть такой не к сафроном или сафонов вот вот он там где-то пишет портреты богатых новых русских у него шикарная квартира с видом на кремль по моему он любит это показывать и прочее он действительно вот по понятиям сегодняшнего общества он успешный я несмотря на то что у меня замок который до сих пор не отреставрирован он в основном приобретен для того чтобы вокруг было много нормальных помещений у меня 7 мастерских выстроено для моих студентов любая из залов всех помещений это в основном мастерские мастерские еще мастерские там где мы обитаем это небольшая спальня небольшая кухня и все все остальное это библиотеки и мастерские вот поэтому со стороны кажется наверное что шлемякин очень успешные да но на самом деле вот я постоянно озабочен о том где бы достать денег для того чтобы оплатить моих студентов потому что студенты не на государственном обеспечении она моем вот сегодня на сегодняшний день одну студентку необычайно талантливая нашу машеньку перевели на государственное обеспечение идем мне навстречу а нормально и практику во франции которые очень дорогая для меня и здесь обучение в штиглице это все оплачиваю я сколько бы я не обращался и министерство культуры или допустим там фонд михалкова никита сергеевича мне он просто сказал я тебе не собес когда попросил поддержать моих студентов вот поэтому сами понимаете что значит больших успехов по крайней мере в денежных делах у меня увы не состоялась ныть я не хочу но я просто напросто живу от заказа до заказа учитывая то что мне приходится платить налоги которые очень большие во франции плюс еще в америке и частично я плачу налоги здесь если я заработал то есть платить налоги в трех странах и вертеться как говорят в россии на пупе это довольно сложно поэтому я бы хотел быть успешным плане бизнеса но у меня с юных лет это не получается что касается моего успеха допустим просто известности среди людей которые любят искусство или даже не любят а просто любит меня как личность которая выступает и иногда говорит любопытные и забавные интересные вещи то этому я могу назвать тем успехом который меня больше всего радует вы ведете студентов вы смотрите как зарождается либо развивается этот гений таланда как вы считаете что все же первичнее для художника будет уметь рисовать или вот этот талант который внутри и да над бога но вы знаете научить рисовать можно шимпанзе а вот научить мыслить художественно и понимать что такое образ которым ты работаешь это совершенно иное вот у меня два замечательных аспиранта которые занимаются академической подготовкой потому что прежде всего я считаю что художник должен быть мастером своего дела то есть он должен правильно держать в руках карандаш уметь рисовать с натуры уметь писать быть образованным это самое важное вот и потом только начинается творческие эксперименты если на сегодняшний день понятие профессионализм просто исчезает то вот я как специалист и аналитик современного искусства кроме старого как вы знаете я вижу куда мы идем мы идем к полному дилетантизму и к сожалению в россии наблюдается очень печальная для нас именно для русского искусства тенденция потому что единственное чем мы могли гордиться на сегодняшний день это наша серьезная академическая школа школа реализма но старые профессора такие как моисеенко мыльников они уже ушли зарплаты мизерные мало кто хочет идти на про учительскую должность и плюс ко всему для того чтобы учить вы должны обладать особым талантом работа с молодежью с молодыми художниками и желание которое не всегда осуществляется направить их на серьезный путь в изобразительном искусстве это очень нелегкая задача и она не всем по плечу и не все не у всех есть талант и предрасположенность к этому я думаю что нам нужно серьезно обратить что же мы из себя являем в изобразительном искусстве потому что отношение к русскому искусству на западе ну я бы сказал наплевательское мягко просто пренебрежительно брезгливое потому что запад признает только одно русскую икону и русский авангард на малевича интерес к российскому искусству заканчивается балет или допустим там кино это совершенно иное дело но что касается изобразительного искусства мы даже не плетемся пока в хвосте и поэтому забыв о том что 70 лет мы были оторваны благодаря господству коммунистической партии от арены мировых экспериментов от арены мирового искусства безусловно сказать вообще на сегодняшний день мы это как никто наверное понимаем поэтому есть попытка мгновенно догнать и обогнать америку вот я не славянофил и не русофоб но я думаю что у россии свой особый путь и как в жизни в бытие так и в искусстве я не буду как достоевский говорить о том что русские это народ богоносец давайте есть допустим избранные нации как еврейская и они доказали да потому что это необычайно талантливый народ это люди книги это люди библии это люди которые держат вот это огонь своей религиозной общины морали или своего бытия постоянно неугасающим у них многому можно учиться а россияне да я не назову их избранными у нас особое название мы особенные а то что мы особенно это это уже так сказать мы доказали своим бытием вот правда кое-кто из философ писал но неужели мы созданы для того чтобы показать западному миру и всему остальному как не нужно жить ну это пессимистический взгляд на самом деле даже та же революции которые сегодня принято объявлять большой трагедией для россии несмотря на то что действительно там было очень много трагических моментов тем не менее она оказала влияние на все мировое пространство и это был громадный очень сложный и очень страшный для многих эксперимент но тем не менее родилось действительно новое общество хотя вы сами понимаете что большой симпатии у меня это партия не вызывала которая измывалась и над народом в частности и определенное время надо мной пока я не был вышвырнут из советского союза но тем не менее я говорю что мы должны внимательно посмотреть что же она принесла и что могло случиться по-разному можно рассматривать моя семья половина была красная половина белая погибли с той стороны и с другой у отца моего были истреблены коммунистами все его родные включая приемного отца шемякина потому что на самом деле наша родовая фамилия карданова вот и тем не менее в 9 лет отец сел на коня в 13 лет командовал взводом в красной армии под руководством командами комбрига жукова в то время была гражданская война и комбриг жуков будущем маршал жуков руководством которой во вторую войну отец опять скакал на коне и служил так сказать уже советской сформированной красной армии так что у каждого я думаю есть свои проблемы в семье но мы должны на сегодняшний день забыть более обиды и просто напросто понимать что это наша история и открещиваться от нее никак нельзя михаил вот вашу черту во всем видеть что-то хорошее какой-то позитивный след да не обозлиться на всех несмотря на то что было с вами да и гонение и высылка из страны с пакетом в руках фактически да несмотря на это все до всего да это было условия да вот многие отмечают что вы сохранили в себе человека что удивительно как как вы сумели это все сохранить как вы сумели простить и принять все что с вами да вы знаете я как-то не задумывался затем я я такой какой есть как говорится грубо обратно не влезть вот но я я не 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 сидел перед зеркалом или сжав виски ладонями не говорил я их прощу нет я этого не забуду нет это вообще даже не происходило со мной я бы я просто старался понять что происходит поэтому никакой великой доброты я в себе не вижу я просто с юных лет мой отец был аналитиком профессором тактики военной академии и специалистом по китайским и японским воинам которым никто не занимался и он проникал в такие тайны вообще китайского бытия поэтому наверное генетически мне это передалось поэтому я видно исследуя вот эти миры агентов стукачей или допустим той же коммунистической партии я проникаю в какие-то таинственные сферы которых я вижу плюсы и минусы но я по моему характеру просто стараюсь увидеть больше плюс на этом поэтому наверное так все мне и удивляются ну хорошо а что сегодня вселяет надежду учитывая то что происходит молодежь молодежь и глубинка вот недавно мы с моей супругой летали и общались с интеллигенцией в магадане как говорится по своей воле посетили магадан вот и там удивительные люди удивительная интеллигенция красноярск новосибирск хантамансийск вот где я работаю то есть вот этих глубинные вообще пространство они таят в себе во-первых феноменальный потенциал талантливейших людей во вторых там люди очень с российским элементом вот этой чистоты бескорыстности они еще большом количестве сохранились чего не скажешь особенно о москве и это зараза проникает и в наш святая святых интеллигенции город петербург и это печально но я думаю что вот это молодежь это новые технологии которые позволяют общаться со всем миром слава богу открытые границы это это общество сделала совершенно другим что в плане искусства я именно больше всего надеюсь на россию потому что я живу вот уже 20 лет во франции с промежутком 30 лет в америке 10 я прожил потом уехал на 30 лет в америку вернулся я уехал в америку из-за того что я просто задыхался в такой буржуазной такой мелко трапчатой атмосфере в искусстве в во франции когда я приехал в америку я понял что я должен жить в этой стране динамика интереснейший народ интересничные эксперименты и из-за того что случилось перестройка и у меня появилась возможность работать с моей страной с малой родиной с северным кавказом с россией я переехал ближе к россии для того чтобы не летать через океан три раза в месяц это довольно утомительно плюс много животных которых мы часто бросаем из-за того что глупо возвращаться на два дня в соединенные штаты поэтому переехали во францию но я думаю что на сегодняшний день когда я наблюдаю что происходит в европе что творят мафиози от искусства в той же самой америке я думаю что наиболее большую больший шанс вернее это конечно скрыт в россии и вот этот третий взрыв в искусстве наверное произойдет здесь опять же потому что первое это вершина человеческого духа это русская икона второе это русский авангард от которого двинулись художники запада и америки и третье собирание камней создание чего-то нового совершенно необычного наверное так сказать по законам мистики бог троицу любит и вот ну во имя отца и сына и святого духа наверное этот взрыв последний произойдет здесь именно благодаря российским художникам когда это произойдет сложно сказать потому что их нужно воспитать они должны осознать что произошло в мире взять себя свою могучую русскую душу сформировать так чтобы она могла в этот момент родить что-то новое и необычное я в это верю искусство изначально духовно до духовность от слова от фразы произнесенные еще христом да бог есть дух то есть это то что приближает нас богу это то что в общем-то одухотворяет нас так хочется от вас услышать осталось ли где-нибудь в искусстве место для созидательных целей или все настолько плохо сегодня нет я говорю что вы знаете опять же это мой мой наверно как характер или опять же гены отца мне интересно все вы понимаете я никогда не думал что в моей исследовательской лаборатории а там я исследую более 700 тем но есть темы весьма понятные там ребенок в искусстве там рука в искусстве нога профиль сдвоенность голов но или допустим вертикаль в абстрактном искусстве горизонталь трехугольник круг масса тем которые в общем казалось бы относятся напрямую к искусству к изобразительному но у меня папки забиты еще исследованиями экскременты в искусстве то есть на сегодняшний день вообще искусством объявляется многое например вот я постоянно посещаю кермесы где я снимаю три дня кермеса три дня я работаю с утра до позднего вечера я снимаю 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 собираю изобразительный материал часть которого является обличительной то есть я собираю материалы которые если продемонстрировать даже человеку любящую современного искусства он поймет какой катастрофе фактически мы движемся ну прибитая привинченная к стене ручка дверная который буквально за углом ну который можно купить за наверное три евро 4 евро она привинчена на фиаке в париже спрашиваем сколько она стоит ну это выдающийся скульптор ему 40 лет вообще он выиграл приз такой-то он участвовал на бинале венеция и прочее их всего три вот два экземпляра уже проданы последний остался цена какая короче 40 тысяч евро это хорошая машина вы понимаете вообще все а эту ручку вы поняли причем никто не скрывает она куплена в магазине но она объявлена на сегодняшний день месседжем художника будущим поколением мы должны к этому прислушаться мы должны выложить 40 тысяч евро так сказать еще за эту ручку торжественно привести ее прикрутить к стене и ходить так сказать важно надувая щеки чтобы все ваши знакомые понимали что вы большой крупный серьезный коллекционер когда меня спрашивают а правда люди могут любить это ручку то другое пустой ящик или какую-нибудь бутылку разбитую лежащую на тарелке я говорю нет проблема в том что на сегодняшний день уничтожен клан коллекционеров сегодня почти нету коллекционеров их какие-то остались единицы тех коллекционеров которые любили картины собирали копили деньги и все вот такие были в россии как чудновский несколько таких профессоров перфилов который собирал мои работы да это были коллекционеры а на западе ведь коллекционеры уже так сказать исчезли этого сна коллекционеры старого искусства до которые собирают рисунки лимбранда гой и там прочее это коллекционеры а те которые занимаются современным искусством это не коллекционеры это клан круг инвесторов вы инвестируете свои деньги в произведение искусства вот допустим вы покупаете разрезанную свинью дамьона херста вот он разрезал свинью пополам поместил формалин я сейчас смотрел на аукционе каждая половинка свиньи самая дорогая свинина в мире вот по 5 миллионов долларов значит если вы покупаете эту свинину за 5 миллионов долларов вы ее можете даже не везти домой есть специальные колоссальные хранилища с air кондиционерами со специальной температуры прямо с отбе вот эти так называемые произведения искусства они бережно доставляются в хранилище и они заперты до определенных моментов дальше уже сам покупатель отходит в сторону им занимаются брокеры брокеры договариваются с музеями где это свинья будет выставлена половинка какие музеи она проедет кто будет писать об этом как о великом достижении месседжи будущем поколениям вот таким образом создается история данной вещи создается текстовая одежда данного нового произведения искусства через пять лет вам гарантирует что эта свинья будет продана уже не за 5 миллионов а за 15 ну по крайней мере за 12 ни один банк за пять лет вам двух даже трех миллионов не даст нам еще идти годами для того чтобы и нужно ли это самое главное для того чтобы мы создали вот эту модель которая сегодня создана в западном мире искусств михаил на самом деле нас просто смотрит огромная аудитория аудитория христианская безусловно этот аспект интересует потому что вы о вере спокойно разговаривать вы убежденный христианин я знаю что вы рассказывали это уже об этом написалось и не раз о свидетельстве вашего замечательного друга владимира высоцкого вам рассказал о том что для него открылся бог да можно я спрошу вас у ваших отношениях с богом да и что или кто помогло вам открыть сердце ему ну во первых вы должны если знаете мою биографию вспомнить о том что я был послушником псково-печорском монастыре когда-то я думал что я буду монахом но побыв там келейником замечательного человека бывшего офицера советской власти ца олипия и столкнувшись так сказать моментами такого ну высшего духовенства я понял что мне не по пути с ними и и вышел оттуда то есть знаете мои отношения с богом они очень сложные то есть я считаю что каждый человек должен не демонстрировать это как сегодня я считаю это для меня например как христианина оскорбительное явление когда я вижу вот эти физиономии бывших коммунистов и у меня на иоту нет доверия к тому что и что они в какое-то мгновение стали яро верующими когда они стоят и крестятся православном соборе глядя друг на друга с какой стороны кресло же слева направо ли справа налево поэтому я думаю что для серьезного христианина прежде всего это указ самого иисуса христа если хочешь побеседовать с богом не делай это как фарисеи на виду у всех зайди в комнату затворить двери и тихо так сказать пообщайся с господом богом помолись ему то есть вот мой принцип так сказать моих религиозных отношений с церкви это настолько личная каждого человека и у каждого я считаю свой образ христа у иконописцев даже они разные верно янцы писали так черные кстати часто изображают художники иисуса христа негром японцы японцам мне кажется что на сегодняшний день большая большое заблуждение во многих религиях мы говорим о том что бог создал человека по образу и подобию своему да это здорово но человек начинает создавать бога по образу и подобию своему и вот это страшно но взять допустим мусульманский мир ну понятиях этих простых несчастных нищих парней которые управляемые так сказать религиозной мафии идущими на смерть убивающих других людей в их понятии господь бог это на ну наверно кто-то седой с бородой который сидит на блюде считает так хочу головы отрубленные головы и страшно радуется в христианском мире тоже так сказать есть абсолютно искаженные понятия о том что такое по настоящему высший разум верховное существо поэтому я думаю что на сегодняшний день православие которые становятся немного иступленным так же как и патриотизм становится квасным это допустим опасное явление потому что священники должны понимать простую вещь общество стало давным-давно другом другим во всем мире даже в том мире где не преследовалась церковь как преследовалась во времена господ коммунистов но просто 70 лет полного атеизма фактически 70 лет иная молодежь 70 лет особое отношение к николаю второму и вот в один момент начинать перестраивать это все и возвращать как бы за уши нас вот в то дореволюционное время это конечно странно я вот видел недавно шествие 40 тысяч человек шли с портретами государя императора и пели божий царя храни интересное явление да для меня как исследователь но с другой стороны очень тревожный вообще куда мы идем поэтому я думаю что сегодня нужно подходить к молодежи с не по старым меркам основами какими-то церковь должна понять что это новое общество требует нового подхода со стороны церковника понимаете не вот это старое так сказать согнись помолись раб божий целую ручки потом вот это вся удивительная я это называю маркобесием свистопляска вокруг мощей кусочков мощей пояса богородицы люди летят вообще стоят в очередях мокнут под дождем и все куда мы бредем вообще тем более что какой-то говорят пояс богородицы хранится в загорске и кто знает вообще чтобы богородица носила пояс или не носила пояс вот даже если ты хочешь приложиться не надо из этого делать так сказать вообще демонстрацию того какой-то верующий это оскорбительно для настоящих верующих понимаете вера это не что иное это святое и не публичное вот мое отношение сегодняшним религиозным проблемам спасибо вам большое финальный вопрос нашей программы за что больше всего в жизни вы благодарны богу за то что я есть спасибо вам огромное спасибо за это ценное время которое вы нам выделили хорошо